Друзья, всем привет! С вами Аня Bookspace, и да, это первая прочитанная 2021. Дождались, наконец-то. И сегодня у нас в гостях одна брошинка, одна потенциальная книга года, да, уже вот в январе, ещё одна очень крутая книга из цикла и ещё две книги из цикла, которые, ну, в общем, по порядку. Я думаю, что будет правильная часть моей первой книги года, а это была книга «Тревожные люди» Бакмана у автора. Я уже читала вторую жизнь «Ой» в одном из моих марафонов, и тогда это дело мне в целом понравилось. Это было очень карикатурно, свежо, смело, с таким неповторимым юмором. Короче, зашло это дело. А потому я к этой книге была настроена скорее положительно уже слегка заранее. Итак, что у нас здесь по сюжету? Некий грабитель очень неудачно грабит банк и пытается скрыться. Он вбегает в подъезд, поднимается по лестнице и видит открытую дверь квартиры, понимает, что это шанс, и туда вбегает, а там происходит смотри на квартиры. Есть риэлтор, есть потенциальные покупатели, грабитель нервничает, мается, понимает, что всё, как бы, Рубикон перейдён, обратного пути нет, и берёт их всех в заложники. К концу дня он понимает, что он слегка зря это сделал, но, тем не менее, да. Это к тому, что там собралась очень яркая и нестандартная компашка, включая грабителя. По первым впечатлениям буквально вот сразу чувствуется тон книги. Он такой здесь неторопливый, меланхоличный, философский и с определённым юмором. Автор, который он там щедро прям отсыпает. Юмор здесь, кто спрашивал, он здесь такой немножко бытовой, я бы сказала, будничный, очень жизненно-блоговый, вот какой-то такой. И раз таки этот юмор, это буквально для вас, друзья, лакмусовая бумажка. Вы уже по ней сможете понять, сможете ли вы, в принципе, книгу читать. Потому что юмор не для всех, он специфичный, как, впрочем, и английский юмор, да. Поэтому в магазине вы сможете прочитать буквально, вот, не знаю, первые странички три, и уже поймёте, сможете ли вы такое есть читать. Почему я сразу говорю про юмор? Потому что его здесь много, автор им щедро делится. И от книги стоит ждать такой определённый ситком, как мы видим ситуации по-шведски. Да, тут как бы есть и доля философии, рассуждения о жизни, снотка ностальгии, да, а есть и дурацкие ситуации, типа того, что заложники там пиццу заказывают, да. Поэтому книга не для всех. Вы либо явно с неё кайфанёте, либо это будет явно не по вашей души, и вас от неё будет просто укачивать. Либо так, либо так, я полагаю. Что ещё, я полагаю, что вам нужно знать до прочтения этой книги? Во-первых, что здесь героев не так уж и много, но они все важны. Каждый друг с другом так или иначе связан, и это автору играет очень круто на руку. Второе, что здесь вообще ни разу не линейное повествование. Ну, то есть, вообще нет. Здесь, в принципе, всё и начинается с того, что у заложников берут показания о том, как это было, как выдвигал грабитель, что он делал, что он предполагал, какие-то там он выдвигал требования. А заложники, как бы, немножко все с приветом, мягко говоря, а преступника нет. Вот. И в этом, как бы, соль книжки, чтобы узнать, а что произошло-то, в принципе. Здесь даже повествование, оно не в обратном темпе проходит, вообще нет. Оно здесь, как будто бы, слегка нарезано разными лоскутами, и вот склеено, как автор захотел. У нас здесь будут повторяться сцены, будут некоторые сцены с разных ракурсов показаны, и многих, опять же, это может укачать и утомить явно. Ну, практически одно и то же, раз за разом, но слегка по-другому, слегка уже там другой, как бы, оттенок, другой намёк, другие герои, другой смысл в сценах, да. Чтобы вам проще это дело было понять, время дурацких сравнений, традиционно. Это как вот картина по номерам, когда вы берёте краску и рисуете определённые номера, определённой краской. Первоначально вы не понимаете, что это за какафония цветов. Всё в разных местах, всё непонятно, с другими руками связано, и только в конце, при наложении последней краски, вы понимаете, что вот она цельная картина. Здесь абсолютно то же самое. Первоначально всё кажется слегка абсурдом, вот сюрно-сюре. Герои здесь все слегка, поехавшими кукушечкой, вот, они здесь все появляются, включая и этого товарища тоже. Кажется, что, боже мой, что за дурдом, и только потом, когда мы ныряем в прошлое каждого героя, понимаем их взаимосвязь, вот это ставит всё на свои места. И о чём, собственно, книга? Если вкратце, то это книга о тревожных людях. Да, очень логично, об их тревожной жизни, об их будничных и не очень тревогах, о том, как важно друг с другом разговаривать, и не быть себе врагом, себя не винить из-за своих каких-то странных убеждений, не замыкаться в себе, и просто общаться с другими людьми, и, возможно, дарить немножечко добра в мир тоже лишним не будет, как говорится. Что касается минусов условных книги из разряда очевидных, то я бы назвала, скорее всего, какую-то, ну, прям совсем фантастичную развязку, ну, прям вообще. Не в плане НЛО, хотя, как бы, я ему бы не удивилась, нет, но в плане того, что она очень сказочная, а там всё удачно, здорово прям расставляется на полочках, да. Такого не бывает, конечно, потому книга, она и выглядит такой сказкой для взрослых, и это её чертовски красит, потому что, если её воспринимать как, к счастью, я бы в этот путь не пошла с серьёзными вещами, это будет полный провал, друзья. Только как сказку, даже как мультик предновогодний, и не больше. Если её воспринимать как вот так в реально жизни бывает, можно очень сильно потом в жизни расчароваться, я считаю. Короче, прикольная, клёвая, предновогодняя сказка. Слезка абсурдная, но этот абсурд потом перерастает в нечто более настоящее. Это было здорово. И, друзья, прежде чем мы перейдём к следующей книжке из прочитанного, я предлагаю вам уже сейчас запланировать будущие книжные покупки и подарки, потому что Бук24 предлагает нам актуальную акцию и хорошие скидки. Буквально с сегодняшнего дня, с 18 по 23 февраля, на сайте работает акция для самых желанных подарков на 8 марта. И это замечательный повод заранее закупиться подарками для любимых, потому что наверняка желающих будет много, сами понимаете. Итак, что у нас по акции? Если вы покупаете книги АСТ, Эксмо, Мифа и других их импринтов на сумму от 3000 рублей, то обязательно вводите промокод желания в поле для секретного слова, и оно даст вам скидку 30% на вашу корзинку. Подробнее об акции вы прочитаете по ссылочке в описании на её странице на сайте. Как говорится, я вас не поторапливаю, но акция длится недолго, и буквально в полночь 23 февраля превращается в тыкву. И с вашего позволения я передаю привет тем ребятам, которые собирают Кинга в издании Король на все времена. Да, да, наконец-то дождались. Обращаю ваше внимание, что наконец-то в продаже появился чужак в этом издании, мы его очень долго ждали, так что, пожалуйста, имейте в виду. И традиционно в описании этого ролика вы отыщите и ссылочку на акцию, и сроки её проведения, и актуальные секретные пароли. Приятных вам, друзья, и выгодных покупок! Вообще-то именно эта следующая книга должна была у меня стать книгой первой книгой года, но я так долго её мучила, что в итоге психанула и бросила, и пошла в сторону тревожных людей, что было вообще отличное решение. Так вот, про Девятый дом. Это уже прям мемная реальная история, потому что я его брала, кажется, в конце декабря. Он со мной прошёл Новый год, весь январь я эту гадость грызла, и в итоге я психанула и бросила книгу на страницы, мне кажется, вот 450, где-то вот здесь. Короче, почти насчитала, сейчас буквально там, ну, 150 страниц, но нет. У меня до сих пор есть идея сделать видео, пять книг, которые меня утомили в край, и она была бы явно одной из них в 100%. Итак, Галакси Стерн, главная героиня, она очень необычная девушка, пережила страшную травму в прошлом, действительно, там были жуткие страшные события, и ни разу не повторяющиеся. Так вот, у неё есть дар, она видит серых. Серые в этом мире это призраки, и её из-за этого дара всё-таки берут в некий Девятый дом, чтобы она контролировала все обряды мистических обществ, в Еле. Их там аж целых восемь разной направленности, одни гадают на кишках курс биржи, другие там, я не знаю, балуются страшными наркотиками на магической основе, короче, там хватает фриков, и Ивана Гериня туда как раз идёт работать. Кроме всего прочего, в Еле, прямо на территории универа, находят труп девушки, которая там даже не училась, но наверняка была связана с этими таинственными сообществами, и наша Ивана Гериня берётся за расследование. Скажу важную вещь до своего отзыва, потому что всё последующее эту вещь не исключает. Это то, что любой автор вправе экспериментировать с чем угодно, с героями, с форматом, с жанром, с подачей, автор имеет на это право, на том, как бы он и автор. Ли Бардуга меня в своё время в край очаровала шестёркой воронов, прям почувствовала себя подростком опять, и это было чертовски здорово, прям вообще. Её трилогия Гриши у меня прошлась мимо, я не стала фанатом Даршинга, зато как бы слегка полюбливую на расстоянии Николаша Ланцова, да, не без этого. Считаю, что у автора эта трилогия не самая сильная, но с большим потенциалом. И вот новая книга, новые эксперименты, новое видение автора, попытка вылезти из подросткового фэнтези, вот нечто вот такое. И вот что мне это очень напомнило, это смесь Мариша Пессел и её некоторых вопросов теории катастроф, с теми же странными группами детей, вот с такими какими-то шкурными интересами, странными убийствами, и ещё одну смесь, сюда поставлю Константина. Фильм с Киану Ривзом, даже не сюжетом, а вот именно каким-то неповторимым очарованием и атмосферой есть вот такое, что тут у нас все балансируют буквально вот на грани этого мира и другого мира. Здесь очень много идёт речь про серых, про призраков, про терраски убийства, спуск в ад тоже имеется, но то, как Багалан Гериню помимо галактики зовут ещё и Данте. Ну, короче, полный, знаете, полная бинго крутых, необычных имён, да. На самом деле, если слукавлюсь, я скажу, что меня очаровала отсылочка к божественной комедии и есть такое дело, но это меня единственное, что в книжке я очаровала в принципе. Первое, что хочу сказать, это то, как же я долго её мучила. Я в какой-то момент даже подумала, что здесь у меня страницы, они пропитаны алкоголем, потому что после книги у тебя сознание замутняется, ты не понимаешь, о чём ты читаешь. А будто вот ты прочитал страницу, ты ничего не понял, ты её заново пересчитал, приходилось прямо-таки вчитываться в текст. Это в последний раз учитывалось в электронику, чёрт возьми, в универе. И я не знаю, в чём дело, то ли дело в рваной подаче автора, то ли дело в странном переводе, не могу сказать. Но если и в том, и в том, то перевод, как бы, это дело явно усугубляет. У меня было очень тупое ощущение, что я смотрю китайский фильм на перемотке. То есть, как бы, из контекста понять можно, но вообще нет. И что меня безумно просто расстраивало, во время этого сумбурного прочтения, я могла бы всё прости книги, и сумбурный текст, и рвановые слования, лишь бы был интересный герой, и классное расследование. Был ли здесь интересный герой? Ни черта подобного. Главное, героиня вообще никак не меняется. Что она на первой странице, что на 101, что на 301, она абсолютно везде одинаковая. Мы просто смотрим на неё, что она ходит букой, на всех рычит, на всех ворчит, она всё очень быстро решает, и у неё было очень сложное прошлое дань. Без этого. Которое, кстати, автор описывает с невероятнейшим смаком. Вот, лучше бы она таким смаком описывала просто повествование. С одной стороны, как бы, да, это бэкграунд героини, но с другой стороны, откуда, блин, столько мерзости вылезло? Стивен Кинг, наверное, на стороне курит, реально. Вот эта вот сцена с призраком в детстве героини, я хотела просто глаза с мылом помыть. Героиня, она не меняется вообще. Вот у неё есть какой-то страшный повод в прошлом и бэкграунд, и всё. Она с ним не борется, не справляется, не усугубляется, что у неё нет вообще. Просто, как бы, это у неё есть, и всё. Автор забила большущий болт на развитие персонажа, и я не понимаю, почему. Я даже не знаю, чего я ожидала от этой книги, разве что, я хотела бы увидеть именно эти общества, их внутреннюю кухню, взаимодействие друг с другом, но нет. Нафига, если у нас есть Galaxy Stern, которые там ходят по этим обществам, всё быстренько-быстренько выясняют, справляют её дальше, и Дарлинг там пропал. Да, каждую главу, какой же у нас таинственный Дарлинг, как же он таинственно пропал. Спасибо большое. Короче, это было очень утомительно, с рваным повествованием, просто по верхам. Слышала о том, что автор, как бы, готовит нам ещё один цикл, я, пожалуй, пас, друзья. Спрашивала у вас, кстати, в Инстаграме, делала большой опрос, как вам книга, и процентов 70, ответили, что нет, спасибо. А остальные разделились напополам. 15 и 15. Одним книга прям зашла отлично, супер понравилась, а другим 15 книга понравилась после страницы 300. Первая страница 300 была так себе, а дальше прям было огонь. Так вот, я скучала на 100, 200, 300, думала, ну, двинусь дальше, возможно, будет интересно. Вообще неинтересно. Я кинула книгу на 450 странице. Вот я тот самый блогер, который утверждает своим зрителям, что их время недостойно плохих, неинтересных книг. И вот мы здесь, как говорится. Мне прям было, знаете, очень важно эту книгу дочитать. Прям закрыть гештальт. Зачем, спросите вы? А фиг его знает. И вот каждое поползновение книги у меня воспринималось как личная победа. Прям я себя пересилила. Прям молодец. А это, блин, даже не бесконечная шутка на минуточку. Пришло в голову аж целых три важных осознания, ребят. Мне абсолютно плевать, вот куда делся Дарлинтон, почему так получилось, почему это такая вот тайна несусветная. Плевать вообще. Мне пофигу, кто убил эту девушку в еле, потому что, ты понимаешь, там все замешаны просто и всё. Хотя, возможно, это и не так. Мне неинтересно об этом было читать. А на этом как бы и держится, и зиждится сюжет, если что. И самое важное, что, наверное, станет для меня маркером определенного показателя интереса книги, что когда я о ней думаю, что вот нужно её досчитать, и мне становится дурно. Прям аж... И это, блин, ненормально, вы согласны? А потому, зачем себя мучить, если можно это же время подойти на более интересную книгу? Да хотя бы вот эту. Я вот даже думала себе, знаете, про спойлерить слегка финал, чтобы мне было до него интересно идти. Я попросила в Инстаграме, но как бы все растерялись, видимо, мало ли я это читаю, и решили мне это дело не спойлерить. Поэтому, друзья, смело спойлерите мне эту книгу в комментариях, только под плашечки, пожалуйста, спойлер, чтобы другие ребята могли как бы её при желании прочитать. Хотя вот я не знаю, кому я могу её рекомендовать, правда, разве что ценителям и любителям такого беглого, поверхностного поискования по странным мистичным обществам с некой крутой главной героиней, ну, возможно. Но будьте готовы к рваному, реально к рванине в повествовании и к мерзостям. Если готовы, пожалуйста, вперёд. Честно говоря, я прям жалею о потраченном времени на эту книгу, даже не в плане чтения, а в плане подготовки, в плане, что нужно собраться, она у меня гештальтом висит, незакрытым, что каждый раз я его читаю, не понимаю, снова перечитываю, прямо вот такие вчитываю из книгу, а в ней ничего нет. Ни адекватной героини, ни крючка в сюжете, как бы, потеря Дарлингтона и смерть для меня вообще, блин, ну, как-то... Хотя, как бы, интрига, интрига, захатка. Короче, абсолютно мимо книга, ещё и время на неё потратила. Первая брошенка года. Дальше, друзья. Две книги, которые я прочитала буквально в январе и в феврале, это Юнис Бео и его Нетопырь, надеюсь, что верно спали ударение, и Тараканы. У меня сложился очень любопытный, внезапный, абсолютно неорганизованный, но массовый слышмоб. Мы считаем все вместе Юнис Бео по одной книге в месяц в течение года. Вообще, я так понимаю, новый фильм в марафон, потому что я видела похожий в инстаграме у Лизы Саммер, где она читает у Робин Хобб по каждой книге в месяц. И кажется, еще блогер, вот увы, не знаю имя, но книжный гном запустила свой марафон про книжные путешествия по одной книге в месяц. И это очень прикольно, и это очень удобно, я вам скажу, и не нагружает ваше прочитанное, ваши планы особо не рушат, и в марафоне вы участвуете. Прям. Хорошо, друзья, да, такой негласный марафон, даже без хэштега, чисто вот на энтузиазме, он актуальный. И в марте, я читаю, уже красношейку. Надеюсь, понимание, ну, мало ли кто на канале, друзья, недавно. Я у автора знакомилась с его творчеством, с его циклом про Харри Холли с книги Снеговик. Она тогда была самая популярная, прям на слуху, прям, ух, супер, мега холодный, жестокий, крутой, астросюжетный детектив. И мне дико зашло, прям супер понравилось. И я вернулась к первой книге автора Нетопырь, прочитала ее, и это было сносно. Ну, как бы норм, но это же автор Снеговика. Я пошла к его 11-й книге, ну, понимаете, разбег, да, от первой к 11-й книге Жажде. И мне тоже зашло, прям, таки, видно, как автор свой скилл прям прокачал. Вот именно от этого такой огромный кредит доверия и за двух книг из конца, буквально, цикла. Потому что, если бы, ну, мало ли сложилось, что я с автором знакомилась бы вот с этих двух, как бы, с первой и со второй книги, то на них бы мое знакомство с ним и закончилось окончательно. Но для начала, что это, о чём это и кому это понравится? Первая книга с сложным словом я каждый раз путаю ударение, а не топыль. Да. Это книга, которую я, друзья, пересчитывала, потому что я её уже читала, вы понимаете, я знала убийцу, знала сеттинг, знала финальный забег за убийцей, да. И тем не менее, это как раз мне позволило сосредоточиться на деталях и более детально просмотреть расследование. Действие происходит в Австралии, убивают гражданку в Норвегии, в Австралии. У нас здесь очень много всплывают разных легенд и мифов аборигенов, разные страшные сказки, и они очень здорово здесь аукаются так или иначе в расследовании. А в Тараканах действие разворачивается в Бангкоке, в месте с сосредоточением наркоты, проституции и очень много чего неприятненького, мягко говоря. Здесь убивают посла Норвегии в борделе. Ну, короче, сеттинг здесь очень даже экзотичный. На самом деле вот эта часть она самая пока мерзкая, то есть для меня не так даже мерзок был Снеговик и Жажда, хотя там хватало, конечно, жестокости и жесткости, но вот здесь автор прям много выжил всякого мерзкого. Дело даже касается не просто проституции, педофилии и наркотиков, там вообще вот этого всего очень много. И более подробно описывается трагедия сестры. Харри, короче, прям не для слабонервных и не для впечатлительных, ребят, увы. Что касается сильных сторон обеих книг, то это определённо драйв и экшен. То есть вам не будет места на посидеть на лавочке, будут драки, будут погони, будут страшно подозреваемые и будут опасности для следственной группы и для Харри Холли, конечно же, и здесь, и вот здесь, конечно же, особенно вот здесь. Это прям было со стороны автора прям очень смело героев такую ловушку загнать, запереживал, но вспомнил, что ещё есть другие книги, другие части, так что, чтобы будет нормально. Вот. Так что в этом автор, конечно же, выигрывает и тащит, но, тем не менее, почему бы я после этих двух книг не стала бы с автором иметь дело дальше? Я объясню. И это, кстати, абсолютная вкусовщина. Мне не особо был интересен сеттинг. В плане того, что я бы хотела видеть что-то похолоднее, более северные страны, а не южные страны с жарой, ещё и с мерзким сеттингом, особенно вот в Тараканах, про проституцию, педофилию, наркотики, ну прям вообще было не в кайф читать, серьёзно. Что ещё мне особо не хватило в первых двух частях, это самого героя Харри Холли. Ну да, мы знаем его предысторию немножечком, да, мы знаем его трагедию сестры, да, мы знаем, что он алкоголик, и особо с этим не парится, как бы он бухает, и ему норм. Вот. И мы видим, что он весь такой крутой, и быстро там решает какие-то определённые задачки, быстренько из всего он как-то вылезает, нормально всё. Я не вижу дела в нём какого-то персонажа с изъяном и со слабиной. Для меня это, ну, чтобы проходные прям вещи, но определённо это скорее трамплин на пути к авторскому скиллу, чем нечто такое прям вау, плёвое, серьёзное. Да, драйв невероятный, но героя здесь реально мало. И, друзья, предвосхищая ваши вопросы, можно ли не читать Нитопыря, а читать Тараканов можно вполне себе, можно ли начинать с Тараканов, а потом читать Нитопыря, я бы не рекомендовала, потому что нет, тут не раскрывается убийца, но спойлерится некоторые смерти из первой части, и они, скорее всего, вам как бы задавят ваше впечатление. Многие мои зрители, кстати, мне писали Аня, главное, перетерпи, пожалуйста, первые две части, дальше будет лучше. Глубоко надеюсь, правда, я буду читать дальше Красношейку, это третья книга в марте, так что, кое есть желание, то, друзья, присоединяйтесь. И последняя книга, это, друзья, Дурная кровь Роберта Гелбрета, Джоан Роулинг, пятая часть из цикла о Корморанной страйке и Робин Эллокотт. И да, 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 в этом году я прям подналекла на детективы, пока что полёт нормальный, и, знаете, я очень не хотела бы сравнивать вот это и вот это, потому что это, чёрт возьми, вообще некорректно и по-человечески нечестно даже, потому что это первая работа автора, а это последняя работа у автора. И объём, соответственно, как бы тоже намекает, что тут, наверное, было бы лояльнее сравнить Дурную кровь с книгой Нож из этого цикла, финальной, но хотела бы всё равно расставить некоторые акценты, чтобы вы поняли, чем они, в принципе, отличаются, даже будущее финальное счастье у Харри Холли от этого. Так вот, про Низбё. Низбё — это драйв, Низбё — это погони, Низбё — это страшные преступники, Низбё — это прям жёсткие разборки, сюда детектив в опасности, и, наверное, если это будут продолжаться, как бы, одни и те же паттерны у автора, будут и в дальнейших частях, я слегка об этом поводу призадумываюсь, конечно. Здесь мало Харри пока, что и очень много разборок и прям погружения в расследование. Здесь, наоборот, здесь очень много личностей детективов и сыщиков, и расследований здесь не очень много, точнее, как, его хватает, естественно, но оно здесь абсолютно спокойное. И вот здесь есть то, что я так жаждала поучить у Низбё — это личность детектива и взаимоотношения детектива с окружением. Вот в этом роллинг прям тащит явно. Это у нас, напоминаю, пятая часть из цикла «Укормленные страйки», и в этой части у нас расследуется, вы не поверите, но похищение сорокалетней давности. Нет, ещё разок, ну мало ли, прослушали. Сорокалетней давности. Похищенный молодой врач Марго Бамбара вообще просто без следа пропало, даже никаких следов вообще. И дело кратно осложняется тем, что тот самый сыщик, что вёл расследование сорок лет назад, у него под конец жизни было психопсихическое расстройство. И, короче, да, мало что из его записей можно адекватного было подчеркнуть для расследования. Героям снова предстоит опрашивать свидетелей, подозреваемых, а учитывая, опять же, разницу во времени сорок лет, то большинство из них уже умерло, и показания дают их дети. И это, блин, чертовски осложняет дело. Здесь многие свидетельства, они друг другу противоречат знатно. Одни говорили, вот, именно показания из-за желания славы, третье из-за того, чтобы себя обелить, четвёртое из-за того, чтобы что-то вот скрыть своё личное, короче, там хватает фриклов на самом деле. И ещё в это же время, когда похитили Марго Бамбара, там орудовал известный серийный убийца. О нём здесь очень много в этой книге говорится. Его поймали, но он не признал того, что Марго была у него тоже в подвале. А потому вообще нет никаких следов, ни зацепок, ни свидетелей явных, никого вообще. И герои, разумеется, берутся за расследование. Я, честно говоря, не понимала две вещи. Во-первых, как может быть интересно такое расследование, буквально, знаете, раскопки археологические, это раз. Второе, я не понимала, как герои докопаются до истины спустя, ну камон, сорок лет, никаких улик, ничего, как бы вот живого вот на месте, да, и они с этим справились просто на ура. Что нужно обязательно знать трансиальному читателю этой книги, ну мало ли, вы заинтересуетесь, это то, что это пятая часть в цикле. Да, это всё-таки серия детективов, и каждое расследование здесь уникальное, и оно не перетекает в другие книги, нет, каждая книга это завершённое расследование, но при этом вы очень много потеряете в взаимоотношениях главного персонажа, Кормарана Страйка и его помощницы Робин Эллика. Просто максимальное удовольствие от прочтения, оно в их руках, точнее, руках автора, который их нам вырисовывает, за что ей огромное спасибо. В первой встрече с Робин и её вакансией на секретаря у Страйка в агентстве до полноценного партнёра в этой книге проходит куча всего, в личной жизни у каждого за пять книг то там много чего накопилось и всё это дело, конечно же, оно откликается и в профессиональной жизни само собой. Они же частные сыщики, хоть как, но личное всё равно будет откликаться в профессиональном. Я из тех людей, которым дико нравится, как автор нас дразнит, как она нам ставит баланс буквально вот на лезвии ножа у героев между их как бы дружбой и между потенциальной влюблённостью. Это просто невероятно здорово, реально. Я из тех, которые не думают, что, господи, да переспите вы уже и всё, не хочу, не надо, пожалуйста, вся химия порушится, ну вы чё. Роулинг просто невероятно хороша, не только вот их взаимоотношениях, да, но и взаимоотношениях их семье, как это влияет на личность, что это преподносит в их деловые качества. Просто автор реально просто вот растёт от книги к книге, чертовски здорово. И, к слову, про отношения, пока я заговорила про это, здесь в этой книге делается огромный упор на бэкграунд Страйка. Мы знаем очень много про его прошлое, про его отца, про его мать, про их отношения, про его тётку с дядей и, в принципе, их семью с сестрой, да, это очень круто. И персонажа облагораживает в плане того, что он прям показывается нам особенно живым. И расследование здесь тоже есть. Не без этого, но он длится очень долго. Ну, друзья, без малого тысяча страниц, сами понимаете. По большей части здесь герои именно ходят и общаются с подозреваемыми и свидетелями. И здесь, конечно же, есть некоторые прям ух, остросюжетные моменты, но по сравнению с Низбё, их здесь мало. Вот чуть-чуть побольше и было бы просто невероятно, но в целом-то их хватает. Что касается моего чтения, то, наверное, первая из страниц эдак 200, я прям-таки напрягала все свои извилины, чтобы запомнить персонажей. У меня лично проблема с героями, именно с именами героев, когда автор их щедро добавляет и множит от страниц к странице, это тяжело, правда. Я, скорее всего, помню номера телефонов персонажей, чем их по именам, правда. И к страницам 200, это уже слегка отпускает, потому что у нас уже отсеиваются ненужные, остаются только лишь нужные, и вот за ними мы следим. И к тому времени я наконец-то запомнила и мужа Марго, и бывшего Марго, и подруг Марго, и сотрудниц Марго, и всех жертв этого страшного маньяка, Крида в этой книге. Фух, я смогла. Честно говоря, я думала, что книги поставлю, ну, 4 из 5, для меня это хорошая оценка, ну, норм, ну, здорово, но не прям супер-пупер-мега-супер-класс. И книга так меня прям затянула на последних 100 страницах, даже если как побольше, наверное, было 200 страниц, и я прямо пропала. Просто автор так круто закрутил развязку, и поскольку я абсолютная булочка в разгадывании убийц, единственное, что я угадала, это была книга Смерть на Ниле, прям такие, вот это, и такая, ух, угадала. А обычно у меня дедукция слегка плоховата, и я каждый раз жду момента, когда я пойму, кто это, и автор скажет, что да, да, Аня, ты угадала, наконец-то, ну, под конец книги-то. Так вот, друзья, без спойлеров не парьтесь, Страйк приходит разоблачить преступника, и я офигела. Я просто так осела и подумала, да как, блин, так? Я подозревала немножко другого человека, но была близка, вот, к преступнику, и такая, как же так? А потом начала приходить в голову все те мелочи, что нам автор бережно расставил по книге. Шучу меня не чертовски, книга импонирует, и Роулинг, в частности, тем, что она не жадничает, она не зажимает себе все те важные мелочи, а потом такая в конце, типа, вот, дело было в этом. Нет, нам все здесь на виду показано, и это, и вот это, и спойлеры, и спойлеры, и спойлеры, друзья, да, но когда начинаешь думать, что, блин, так вот к чему были эти конфеты, так вот к чему была эта вечеринка, все просто в один пазл сложился, огромный, я прям кайфанулась такого, и реально я особенно ценю в этой серии то, что автор не зажимает нам важные детали, что у нас вроде бы как бы есть все для того, чтобы узнать, кто убийца, но, разумеется, самые важные козыри выдаются только лишь под конец, само собой, но все для начального плана у нас есть, но я, увы, ну не шмок, история получилась крайне объемная, сами видите, почти тысяча страниц, я вот думала, а можно ли эту историю, ну подсократить слегка, чтобы было, как бы полегче, я вот села и подумала, а что бы я могла из этой книги выкинуть, и знаете что, я ничего не смогла придумать, мне бы хотелось, возможно, чтобы история была бы слегка подинамичнее, страница так на 200, но здесь все важно, здесь каждый персонаж, каждый подозреваемый, либо участник событий, либо свидетель, он важен, и потому так круто, они здесь все друг с другом связаны, ну прям вообще, короче, автор невероятно хороша, именно в прописании разных персонажей, мерзных и не очень, влиятельных и не очень, очень трогательных и не очень, короче, пока что роль для меня прям, ну прям топ-топовая, она большая в этом плане, молодец, из минусов книги, я даже не знаю, честно говоря, что касается минусов прям объективных, сложно сказать, ну возможно то, что автор очень сильно прям перегружает именами в начале, что мы прям путаемся ху и с ху, и как бы верим автору на слово, что потом прийти к нормальному количеству персонажей, как бы же к середине, есть такое дело, еще что я обратила внимание, но это не минус, просто как бы мое наблюдение по поводу этой книги, их всего два. Во-первых, что для меня любопытно, не знаю, заметили ли вы, но здесь каждый раз, когда появляются дети, особенно когда в их компании находится Страйк или Робин, то дети всегда орут, кричат, они просто чудовища мелкие, и разумеется, эта сцену разогревает, это делает сцену более живой, и персонаж на этом фоне круто выделяется, не без этого, но каждый раз, когда есть Робин, или Страйк, и есть дети, вот шанс на то, что дети будут орать, очень высокий, ну просто, видимо, так автор захотела, да. И вторая любопытная находка у меня в этой книге случилась с возрастом Робин. Робин, моя ровесница, ей почти тридцатник. В этой книге, точнее, ей уже исполняется в этой книге тридцатник. И знаете что? Раньше я была ровесницей Гарри Поттера, а теперь Робин. Совпадение? Да? Короче, резюмирую, книга была в целом неторопливая, я дико кайфовала от взаимоотношений персонажей, я долго-долго шла к расследованию, уже хотела поставить книги 4 из 5, но финал меня просто покорил от и до. Как же автор его лихо закрутила в сюжет, обманула меня буквально по всем, по всем статьям. Классно было, я прям довольна, когда меня автор обманывает, и при этом у меня был шанс самой в этом деле разобраться. И, ребят, последнее, что я вас прошу, это единственное, что я не въехала в название, честно говоря. В книге фигурировала фраза «Проблемная кровь», потому что в оригинальной книге называется «Трабл Блад», и вот «Проблемная кровь» была одного из персонажей, но это было дело абсолютно поверхностное. Возможно, это дело я просто упустила из-за чтения, но кто понял, в чем прикол названия, пожалуйста, в комментариях отпишитесь, и если, мало ли, это дело спойлерное, то оставьте, пожалуйста, плашечку спойлеры. Ну, в принципе, друзья, все, это было мое прочитанное, и из него у меня получилось, ну, по крайней мере, две отличные книги, я считаю, что это очень даже хорошая находка, не знаю, попадут ли они в топчик года, пока что они для меня ну, очень даже хороши обе. Все, друзья, с вами была Аня Кобычев, скоро мы же увидимся обязательно. Все, друзья, всем пока и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok